МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда хобби перекликается с профессией, мастер по изготовлению мягких игрушек Наталья Русакова расскажет вам о своем увлечении. Как создаются куклы и рождается спектакль из мастерской кукольного театра, репортаж Маргариты Грищенко. Они победители. Сегодня мы пообщаемся с фаворитами областного конкурса «100 идей для Беларуси». Вы узнаете, как запитать улицы бесплатной электроэнергией. А также интервью с московским сценаристом и продюсером Олегом Мастичем. Телевидение в университете. Далее в нашей программе. О, спорт! Ты, мир, как много сказано этой фразой. Мир, который для нас открывается с самого детства. Главное – найти секцию и заниматься усердно. Практически каждый вид спорта развивает и характер, и дисциплину, что немаловажно. В каждом виде спорта есть свои особенности. И интересные факты. Предлагаем вашему вниманию подборку некоторых из них. Знали ли вы, уважаемые друзья, что это за белый порошок, которым каждый раз смажут руки гимнасты? Всегда задавался этим вопросом. Оказывается, это порошок магнезий. Он удаляет с рук малейшие следы влаги, которая может привести к падению со снаряда. И облегчает скольжение. Вот почему вертеться на брусьях и перекладине гимнастам становится проще. Многие любители спорта интересуются, как измеряется расстояние, на которое прыгает спортсмен. От какой точки падения идет отсчет? Все просто. Местным приземлением считается точка касания ближней от толчковой планки. Поэтому-то прыгуны стараются вытянуть вперед руки и ноги, чтобы случайно не щиркнуть ими по песку до финального приземления. Ведь в любом случае засчитанным будет только первое касание. Знаешь, мне всегда было интересно, а слышат ли пловцы-синхронисты музыку, под которой выступают? Да. Для этого в бассейн под водой встроены специальные динамики. Многие синхронистки утверждают, что звук, конечно, не как в наушниках, но слышно нормально. А почему некоторые пловцы надевают сразу под две резиновые шапочки? Потому что вторая шапочка держит резинку плавательных очков, чтобы они не сползли. Рома, не задавался ли ты вопросом, почему в большом теннисе так странно идет счет? 15, 30, 40 гейм. Задавался, как и многие другие люди. Оказывается, система счета была связана с положением стрелок на часах, отсчитывавших очки по четвертям. 15 минут, 30, 45 и, наконец, 60. Правда, позднее во Франции 19 века с развитием тенниса цифру 45 заменили на 40. Предположительно, чтобы проще было объявлять счет. Несколько раз предпринимались попытки изменить систему счисления на более простую с 1 до 4, но они не имели успеха. Да, спорт полон символов. Взять хотя бы олимпийские кольца. А ты знаешь, что они означают? Конечно. Пять разных континентов, болельщиков и спортсменов, которых на время объединяет Олимпиада. Верно. А цвета кольц, синий, красный, желтый, зеленый и черный были выбраны как наиболее часто встречающиеся на флагах государств. И напоследок такой интересный факт. Друзья, а вы знаете, сколько весит золотая медаль? На Олимпиаде в Рио в 2016 они весили 500 граммов. Состояли они на 92,5% из серебра, на 6,16% из меди и лишь на 1,34% из золота, который использовался только для покрытия. Таким образом, каждому золотому медалисту Рио досталось по 6,7 граммов 24-каратного золота. Да, я всегда думала, что олимпийская медаль золотая не только снаружи, но и внутри. Я тоже так думал, но в принципе в изготовлении чисто золотой медали нет смысла, потому что аукционная стоимость таких наград может быть в 100 раз больше номинальной. Да и за олимпийские титулы в каждой стране спортсмены получают хорошие призовые. Ну, награды это, конечно, хорошо, но думаю, что многие идут в спорт не только ради них. Конечно, ведь в мире много неолимпийских видов спорта, которые и увлекательны, и интересны, и очень зрелищны. Как раз об этом наша следующая рубрика. Ни дня без спорта в нашей программе. Ушу – традиционный вид спорта для Китая и стран Востока. В Беларуси он не так давно, но поклонников у него немало. Чемпионаты, подобные этому, в Гомеле проводятся уже не в первый раз. На этих соревнованиях по Ушу собрались ребята из Гомеля и Минска. Здесь они соревнуются в различных стилях этого вида единоборств. Сегодня у нас открытый первенство и чемпионат города Гомеля по Ушу 2019 года. Это первое соревновательное мероприятие 2019 года, с которого начинается весь наш спортивный и спортивно-массовый календарь. Подготовленный Ушуист – это в первую очередь физически развитый и выносливый человек. Спортсмены тренируются в различных стилях, осваивают сложные техники. Расскажите, как у ребят происходят тренировки и подготовки к турнирам? Это очень сложный педагогический процесс, потому что кроме техники по Ушу нужна еще подготовка и развитие всех качеств человека. Это силы, выносливость и гибкость всех пяти качеств. Тренировки у Ушуистов похожи на настоящее представление. Во-первых, это четкие движения и пластика. Во-вторых, яркие костюмы. В-третьих, оружие. Оно у ребят почти как боевое. Поставили одну ногу вперед, одну назад. И работаем сейчас палочку упражнения восьмерочка, вращение. Ушу – это разновидность кунг-фу, родное боевое искусство Джеки Чана и Брюса Ли. Отчасти, наверное, поэтому у него так много поклонников по всему миру. Ушу – это моя жизнь. Мне нравится заниматься этим искусством. Мне предложил дедушка. Мне дедушка предложил, я согласился, меня записали в Ушу. Ушу – это воинское искусство, если дословно. Но это двумя словами не передать. Это целая философия, целая дисциплина, целая часть культуры, которая с древности пришла к нам с Китая и во всем мире. Вот эта система физического воспитания, скажем так, пришла как оздоровление, как спортивная дисциплина, как просто хобби для детей, для взрослых. Долг каждого Ушуиста – знание китайского языка. Словарный запас юного воина в среднем составляет 50 слов. На соревнованиях все по-другому. Поэтому здесь нужно собраться и показать результат. Я вижу у тебя в руках что-то. Расскажи, что это вообще такое. Это меч. Для чего он нужен? Ну, для комплексов. В чем заключается комплекс? Ну, во всяких движениях, формах и ударах. Это меч. Дао для Чан Цюань, тех, кто делает Чан. И как ты им пользуешься во время выступлений? Ну, махаю, делаю удары. Долго нужно отрабатывать удары, чтобы он хорошо получился на соревнованиях? Очень, да. Я сначала ходил на гимнастику, но мне больше понравилась Ушу, потому что здесь надо Ушу красивости. Ты девочкой и занимаешься единоборствами. Почему ты выбрала не танцы, не гимнастику, а именно Ушу? Девочка должна себя защищать. Когда я была маленькой, ну, мне было 12 лет, меня друзья не верили, что я не могу драться, я не могу что-то сделать сильно. Постоянно меня унижали. А когда я пошла на Ушу, меня друзья стали уважать. Детям это дает самое главное – это здоровье. Самое главное, что есть у человека – это развитие своего уровня здоровья. Не только удержание его на каком-то уровне, но и развитие. Ну и, конечно же, это большое увлечение, это хобби. Это то, чем ребенок живет, то, чем ребенок делится со своими сверстниками. То, из-за чего он просыпается рано утром и бежит на тренировку. Это городское первенство по Ушу примечательно еще и тем, что на него приехали гости из столицы. Каждый из участников проявил старание – лучшее завоевали медали. На самом деле, до этого момента я даже не знал, что в нашем городе есть и развивается такой вид спорта, как Ушу. А еще у него очень много поклонников. Ребята, вам слово. Чем-то на Ушу! Это была рубрика «Не дня без спорта» и я, Андрей Гришко. Всем пока-пока. Это программа «Классный час» и мы продолжаем. Культура и традиции любой страны всегда отображаются в творчестве. Их носителями считаются не только художники, актеры и писатели, но и ремесленники. У нас в гостях художник-декоратор, мастер по изготовлению плюшевых игрушек и кукол Наталья Русакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, расскажите, пожалуйста, о вашем хобби. Я занимаюсь шитьем игрушек в технике Тедди. Техника Тедди и их друзья. То есть это игрушки, которые сшиты по специальной технологии. Это не обычные игрушки, это коллекционные игрушки. Они существуют в единственном экземпляре. Они шьются из определенных материалов по очень определенным правилам. То есть это не такая игрушка, в магазине такую купить невозможно. Любой автор или мастер чем-то вдохновляется. Чем вы вдохновлялись? Однажды попалась мне на глаза фотография из интернета. Был сфотографирован такой вот большой антикварный слон. Ну вот примерно похож на вот этого. И этому слону уже было 100 лет, 1900 года. И я стала узнавать, ну что же это за игрушка такая. Но он был очень интересный. Он стоял вот на таких металлических палочках и еще на колесиках. То есть довольно интересно все это выглядело. И он был уже такой очень старый, очень потертый, запачканный, потрепанный. Ну вот, конечно, когда игрушке 100 лет, это заметно. Я стала искать информацию об этой игрушке. И нашла видеоролик, где рассказываются о том, что это такое, кто ее сделал. Оказалось, что это немецкая, старая немецкая игрушка фирмы Штайв. И, собственно говоря, фирма Штайв, это была та фирма, которая изобрела мишек Тедди. Мишки Тедди тоже существуют уже более 100 лет. И их родословная ведется из Германии. Жила такая девушка, ее звали Маргарет. Она не могла ходить. То есть она в детстве очень сильно заболела и оказалась прикованной к инвалидному креслу. Ну, надо же как-то в жизни что-то делать. И она научилась шить. Она шила сначала на заказ, а потом в одном из журналов по рукоделию она увидела выкройку слоника. Этот слоник был игольница. То есть он использовался дамами для рукоделия, и она по этой выкройке сшила маленького фетрового слоника и подарила его. Но он так понравился, его кто-то купил, и он так понравился детям, которые мама занималась рукоделием, что мама подарила этого слоника своему ребенку. И эти слоники, в общем-то, не как игольницы стали использоваться, а как детские игрушки. И она поняла, что, в общем-то, это дело, которое всем нравится, и она решила шить игрушки. Она шила не только слоников, но и мишек, зайчиков, котиков. То есть очень много ослики у нее были. И в основном вот это были игрушки сначала вот такие. То есть вот эта игрушка, у которой двигаются лапки, это появилось немножко позже. Какие истории у персонажей, которые вы принесли? Ну вот этот слон меня, антикварный слон, так вдохновил, что я решила попробовать сделать, ну, что-то похожее. Конечно, копировать и заниматься плагиатом – это неприлично. Но копировать такую игрушку достаточно сложно, потому что выкроек, которые нужны для такой игрушки, фактически в природе уже не существует. Они очень старые. Поэтому я решила, что я сделаю сама. Ну, поскольку я художник по образованию, я люблю рисовать, я люблю лепить. Создается модель, как правило, из пластилина. Потом она обкладывается тканью, и с нее снимается выкройка. Ну, вот у меня такая модель. Я слепила такого слона из пластилина. Вот он у меня такой большой, в натуральную личину. С него была снята выкройка. Вот он такой вот рабочий. Такой уже весь видно, что он… С ним уже хорошо поработали. Вот. И такую же игрушку, в общем-то, можно потом оставить. Эту же модель можно оставить для игрушки из папье-маше. У меня есть вот такой сшитый слон по этой же модели. И есть еще слон из папье-маше. То есть можно использовать такие вещи в разных техниках. Вот художники-кукольники очень часто сочетают в себе разные авторские техники. То есть они умеют шить, они умеют лепить, они умеют рисовать. То есть, как правило, это люди универсальные. А из каких материалов сделаны ваши ребята? Ну, вот эти игрушки в такой технике делаются очень… Есть очень строгие правила. Потому что делаются они из натуральных материалов обязательно. Вот есть такие ткани. Они называются… Такие ткани производятся в Германии. У нас, в общем-то, нигде таких тканей купить в свободной продаже невозможно. Это ткань хлопок. Вот она, видите, вот у нее основа хлопок. Она проклеена специальным составом. И в этот хлопок вплетены волокна натуральной шерсти. Натуральная шерсть из ангорской козы. То есть это очень длинный, очень тонкий и мягкий мех, который делают, ну, в разных вариациях. Он может быть реденьким, он может быть густым. Вот как, например, на вот этой игрушке. Вот он. Вот он густой. Густой, пушистый, мягкий, красивый мех. Такая игрушка. Потом есть еще другие ткани, которые можно использовать. Есть еще вискоза. Это тоже основа у нее хлопок. И ворс вот такой мягкий, коротенький. Это делается для игрушек более маленьких. Такого слона, конечно, из нее уже, может быть, и не стоило бы их делать. Вот. Для маленьких игрушек вот такой мех очень хорошо подходит. Есть еще, я думаю, что, может быть, вы уже такого и не видели, есть еще старый советский плюш. Может быть, он еще сохранился в сундуке у какой-нибудь вашей уже прабабушки, я так думаю. У моей бабушки такой был. Вот. Этот плюш использовали в качестве скатерти, в качестве покрывал. Вешали на стену ковры с оленями, да. Вот из такого очень старого винтажного материала эти игрушки тоже получаются очень интересные. Расскажите, какими инструментами нужно владеть, чтобы сделать такие вещи? Главный инструмент – это, конечно, руль. Потому что, конечно, эта работа достаточно трудоемкая. Например, вот этот слон сшит вручную. Здесь у меня есть швейная машина и даже не одна. Но этот слон, такие игрушки очень сложно сшить на швейной машине, чтобы они получились красиво, аккуратно и ровно. Вот. Конечно, лучше всего это делать вручную. Эти игрушки, они нелегкие. То есть, если, например, любую игрушку из магазина, мягкую, можно взять, даже большую, она будет очень легкая, то эти игрушечки, они очень тяжелые. Там внутри, кроме опилок, кроме того, что они набиты опилками, они еще добавлены внутрь, насыпаются специальные металлические, либо стеклянные, либо минеральные гранулы. И чтобы он вот такой был, вот его возьмешь в ручку, он такой увесистый получается. Возьмите, возьмите вот его в руки и почувствуйте, какой он, можно, да, потрогайте, почувствуйте, какой он, какой он на ощупь. Вот, посмотрите. Вот они, голова двигает. У них двигаются ручки, у них двигаются ножки, с ним можно здороваться. Привет! Очень красиво. Интересно, сколько весит слон? Слон весит, ну, достаточно, но не настолько, чтобы он был очень тяжелым. Да, он точно будет тяжелее. Ого, он нормально. Да, но это очень правильно. Они должны быть тяжелыми, они должны иметь вес, такая игрушка. Это больше относится к категории интерьерных игрушек. Мне кажется, что это не просто ваше хобби, а продолжение профессии. Ну, да, конечно. Как правило, все художники-кукольники и художники, которые занимаются игрушками, они, как правило, люди универсальные. То есть я имею художественное образование, я умею рисовать, я умею лепить, я умею шить. И, конечно, все мои навыки мне очень помогают в создании моих игрушек. Вот, на все руки мастер. Да. Изготовление таких игрушек – это длительный процесс? Да, это достаточно длительный процесс. Ну, сколько примерно времени ушло на вслоне? Вот на лепку этого слона у меня ушло 4 дня. То есть только на лепку, чтобы его слепить, его довести до ума, его выгладить, ушло 4 дня. Потом очень достаточно много времени, 2 дня где-то у меня ушло на снятие выкройки с этого слона. Шить его вручную, на шитье его вручную я потратила где-то неделю. То есть если собрать в общей сложности все время, которое я потратила на работу, это получилось где-то около месяца. Как зовут слона? Вот слона, слона уже, у меня мой сын слона назвал Рональд. Рональд, привет. Вот этого Мишку я подарила своей подруге, ну, у нее день рождения еще не скоро, но я обещала ей его подарить. Она уже дала ему имя Филипп. Не Киркоров. Вот этого Мишку зовут Мишель. Ух ты. То есть, ну, тут хозяйка его тоже, новая хозяйка его думала, кто же он все-таки, мальчик или девочка. Вот. И в итоге решили, что он Мишель. И вот пусть уже кто думает, каждый считает сам, как он видит, либо это мальчик, либо это девочка. Талия, мы знаем, что вы изготавливаете не только плюшевые игрушки, но еще и кукол. Расскажите о них, пожалуйста. Ну, вот одну из этих кукол я принесла с собой. Это кукла фарфоровая. Но она фарфоровая, конечно, не целиком. У нее фарфоровые ручки, фарфоровые ножки, фарфоровая личика. Вот. Туловище у нас тоже сшито из ткани, мягко набивное, но тоже набито опилками, как и игрушки. Вот. И кукла этой кукли, посмотрите, у нее фарфор. То есть, если вот сейчас вы видите в магазинах куколок, которые фарфоровые, продаются фарфоровые куклы, они немножечко выглядят по-другому. Да, вот посмотрите, в чем, как вы думаете, в чем отличие кукол современных от вот такой куколки? Ну, даже не знаю. Ставили нас в тупик. Может, фарфор не только? Свет лица, посмотрите. Я подумала об этом. Видите, что она белая. Она белая, да. Куколки, которые продаются сейчас в магазинах, они, как правило, все фарфоры телесного цвета. Этот цвет называется бисквит, да. То есть, вот это фарфор белый. Потому что эта куколка очень старая. Это тоже привезена из Германии. Фарфоровая часть ее привезена из Германии. Это кукла выпуска 1965 года. То есть, этой кукле уже почти 55 лет она... Так хорошо сохранилась. Вообще. Нет, фарфор, конечно, если его не разбить, если его не бросить и не стучать по нем, он практически вечный материал. Это считается одним из благородных материалов. Поэтому фарфоровые куклы всегда ценились и всегда они очень долго сохранялись. Ну, естественно, конечно, то, из чего она была сделана, это уже все пришло в негодность. Начиная полностью от волос до туловища, все приходилось, приходится заменять. Волосы, когда я ее купила, они у нее просто, они были синтетические, они просто все осыпались. Ну, вот просто осыпались. Вот. Поэтому пришлось, конечно, ее полностью с нуля делать, эту куколку. Куколка. Куколка у нас в костюме 18 века. То есть специально пришлось изучить историю костюма именно данной эпохи. Вот она у нас одета в корсет, сверху на корсет платье, еще юбка. Снизу там у нас специальный, для того, чтобы юбка была пышной, специальный кукольный турнюр, так называемый. Да, мы знаем, что это такое. Вот. Ну и прическа у нас сделана тоже в стиле эпохи 18 века. Волосы. Волосы сделаны тоже из меха ангорской козы. Вот из такого вот, как сделаны вот эти игрушки. То есть ее особенность в исторической достоверности. Да, историческая достоверность. Ну и некоторый уже винтаж самой вот этой, самого молда фарфорового. То есть, конечно, 55 лет для куклы, это уже возраст. А что вы посоветуете начинающим ремесленникам или просто людям, которые увлекаются этим направлением искусства? Я посоветую ничего не бояться и искать как можно больше информации. То есть, чтобы начать что-то делать, надо обязательно знать, в каком направлении двигаться. Сейчас в интернете очень много мастер-классов, по которым можно обучиться, в общем-то, чему угодно. Люди рассказывают о каких-то своих профессиональных секретах, которые накапливаются только с опытом. Очень много информации о материалах, где можно все это купить. И бояться не нужно, потому что даже самые профессиональные кукольники, самые известные, когда-то были начинающими. Спасибо за интересную беседу. Было очень мило, плюшево. И желаем вам новых успехов. Да, то, что вы делаете, это просто волшебно. Спасибо. До свидания. До свидания. Знаешь, Рома, я прям подзарядилась позитивным и творческим настроением после общения с нашей гостьей. Да, работы действительно замечательные. А главное, что сделано с душой. А я знаю еще одно место, где куклы делают с не меньшим энтузиазмом и творческим подходом. И где это? Это в мастерской Гомельского театра кукол. Ты там был? Нет, но, судя по рассказам, это очень впечатляющее место. Из колыбели кукольного театра репортаж Маргариты Грищенко. Создать куклу непросто. Процесс, как в научной лаборатории. Только вместо формул и пробирок здесь кисти, краски, ножницы, ткани, молотки и рубанки. Опыт мастеров-бутафоров и фантазия художника. В Гомельском театре кукол не одна мастерская. Здесь присутствует целых три цеха. А сейчас мы побываем в художественной мастерской. Здесь куклам придают их финальный образ. Отливают формы, обклеивают бумагой в технике папье-маше, раскрашивают и одевают в наряды. А еще делают так, чтобы куклы могли двигаться. Я, как бутафор, работаю в основном над куклами, над механикой. Ну, в основном над механикой. Но, если требуется, то приходится и лепить, и что угодно делать. Потому что бутафоры здесь практически все. За счет чего у нее вот сгибаются руки, колени? Ну, это соединения здесь, подвижные соединения здесь у нас на коже. Мы их делаем. Ну, их, может, разные способы есть. Ну, вот эта кукла сделана на коже. Здесь все соединения на коже. Для того, чтобы ноги двигались, и руки тоже. Шея будет, голова должна ворочаться здесь в разные стороны. Головы сейчас здесь нет. Однако, все начинается с фантазии художника. Идеи и образы он перекладывает на бумагу, и получается эскиз. Создаешь вот эти образы, это самый-самый такой сложный момент, потому что кукла – это не просто игрушка. Театральная кукла – это артист. Поэтому она должна быть универсальной. Нужно сделать такой внешний вид куклы, который работает на весь спектакль. Интересно то, что готовая кукла почти всегда чем-то отличается от эскиза. И тому есть причина. Иногда просто трудно в эскизе предусмотреть. А в кукле она же уже и механика там есть, и ручки, и ножки объемные. И она уже как бы в пространстве уже смотрится. И мы стараемся, чтобы она была очень похожа. Но чаще всего мы еще и стараемся, чтобы она была лучше, чем на эскизе. Часто куклы выступают на сцене вместе с актерами. И, как героям театральных постановок, мастерам сцены тоже нужен костюм. Это швейницы. Здесь шьют костюмы для актеров, а также для больших ростовых кукол. Самая последняя работа над образом куклы – это роспись. Красками оживляется внешний вид и придается выражение лица. Но на создании только кукол работа главного художника не заканчивается. Он должен разработать макет спектакля, эскиз светотеней и многое другое. Во все вкладывается душа, а образ персонажей служит главной идее. Знаете, вот говорят, вот красивая кукла. Я с трудом понимаю это определение – красивая кукла. Кукла, она должна быть некрасивая, она должна выражать ту суть, ради которой она создается. Ту идею художника и режиссера, ради чего ее делают. У нас есть спектакли, которые там комедии с элементами черного юмора, допустим, или трагические какие-то вещи. Я не могу назвать тех кукол красивыми, они наоборот, они уродливые бывают. Но это играет на идею спектакля. За всю историю театра кукол здесь было создано столько, что не сосчитать. Многих не пощадило время. Но те, которые сохранились, стали уникальными экспонатами музея. Это кукла из спектакля «Нуэрдин. Золотые руки». Мы в 67-й год, в 68-й. Ну вот она чудом сохранилась, выжила. Есть вот тоже вот эти вот стрекозы, которые висят на потолке. Это тоже старые куклы, довольно древние. А вот я вам покажу одну очень интересную куклу. Это подарок наших коллег из Гродно. Вот видите, вот этот скаут висит, да? Вот. Это штоковая марионетка. То есть она на пруте, не на нитках, а на пруте. И она механическая. Там если дергать нитки, то есть автоматические эти самые. Полуавтомат называют. По экспозиции музея Гомельского театра «Кукол» можно изучать не только историю советских и современных кукол, но и их зарубежных сородичей. Вот эта вот кукла, это как раз нам подарили, когда мы открывали музей, подарили наши коллеги из Минска. Вот это марионетка. Она не совсем классическая, потому что для классической она очень тяжелая. Я ее с трудом удерживаю, а актеры... Ну, это из спектакля «Соловей император». Такое лучше увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше прийти на спектакль, ведь именно там куклы оживают. Говорят, что у кукол есть душа. Это отношение актера к самой кукле. А вот принимают ли участие актеры в создании этих волшебных кукол? Безусловно, принимают участие. Ну, душа куклы, естественно, это отношение к ней актера, это его руки, это его голос, это его видение роли, видение этого персонажа. Вот кукла висит на стенке, она висит просто, да, на гребенке у нас называется это. Она мертвая, она неживая, а когда ее берет в руки актер, естественно, кукла сразу оживает, и актер придает ей все нюансы, требуемые, скажем, режиссером и художником для создания спектакля. Процесс создания кукол сложный и трудоемкий. Именно поэтому они получаются такими яркими и запоминающимися. А с вами была я, Маргарита Грищенко. Всем пока-пока. Детская, познавательная, развлекательная и образовательная программа «Классный сейчас» в эфире телеканала «Беларусь4Гомик». Настя, вот скажи, ты пыталась что-нибудь изобрести в своей жизни? Ну, изобрести нет, но эксперименты проводила. И как? Ну, как помнишь, не с первой попытки. На кухне, что ли? Да. Ясно, но это нормально. Ведь наши следующие гости тоже большие экспериментаторы и изобретатели, а не победители областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Это автор проекта по электроснабжению домов и улиц «Альтернативной энергии» Михаил Внуков. А также изобретатель устройства, которое способно существенно уменьшить затраты на безопасность передвижения поездов. Артем Базаров. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Михаил, начнем, пожалуй, с тебя. Нам известно, что ты изобрел такое устройство, которое помогает вырабатывать электроэнергию благодаря пешеходам и автомобилям. Расскажи, пожалуйста, об этом интригующем устройстве. Итак, это альтернативные источники энергии, в которых используются две технологии. Одна технология – это пьезоэлектрическое полотно, которое представлено тут в уменьшенной модели. То есть это полотно, которое будет селиться под пешеходную дорожку, и пешеходы, проходя по ней, будут вырабатывать электроэнергию. Вторая технология – это электрогенератор, который устанавливается в искусственную неровность на дороге. При приезде автомобиля оказывается воздействие механическое на эту искусственную неровность, и вырабатывается электроэнергия. Есть за элементы, как в зажигалках? Да, принцип примерно такой же. А ты можешь показать на своем макете, как это работает? Значит, допустим, автомобиль переедет в искусственную неровность, в результате чего искусственная неровность слегка опустится, запустится генератор, который выработает электроэнергию, которую после мы можем использовать на любых источниках. И сколько примерно фонарей можно зажечь, скажем, с одного такого устройства? По нашим оценочным расчетам мы можем зажечь до 17 фонарей. А в квартирах? Это 6-7 среднестатистических квартир с потреблением 200 кВт в час в месяц. Понятно. И сколько будет стоить одна такая установка, и сколько она сэкономит городу? Значит, стоимость этой установки по оценочным расчетам на данный момент составляет 7,5 тысяч долларов. В год экономии составит до 1300 долларов. А как ты думаешь, его реально внедрить у нас в стране? Да, в нашей стране реально внедрить эту установку. И даже больше скажу, что эту установку реально внедрить уже в нашем городе Гомеле, относительно которого и велить все расчеты. Я понимаю, что тобой заинтересовались на конкурсе. Да. Данный проект вызвал положительные отзывы как у судей, так и у многих участников, а также многие участники подходили и опробовали эту модель на ее работоспособность. То есть ходили и нажимали. Да, то есть ходили и нажимали. И вы также можете попробовать. Да. Давай. Давай ты будешь ходить, и я буду нажимать. Давай сначала походим. Сначала ходим. Довольно странное ощущение. Оно, по сути, не меняется. То есть для 2 пешеходов это не будет мешать. Движение пешеходов это не доставит никакого дискомфорта. По сути, они и не будут знать, что, проходя по дорожкам, будут вырабатывать электроэнергию. Ничего себе. Как там накопилось? Накопилось. Пока что 1,85. Слав выходит. 2,90. Давай. Давай. И... 3, молодец. Все, зажигайтесь. А-а-а, круто. Оно горит, оно работает. Вторая установка, конечно, вырабатывает во много раз больше энергии. Здесь все-то автомобили, да? Да. Артем, переходим к твоему изобретению. Что ты изобрел? Ну, скажем так, когда вы едете в поезде, вы иногда можете замечать за окошком такие небольшие помещения. Это называется посты КТСМ. И они следят за тем, чтобы у поезда, в котором вы едете, на каждой колесной паре не перегревались места, там, где стоит подшипник. Если он перегревается, то получается он неисправен. То есть может быть какая-то проблема в смазке его. И вырабатывается температура. И устройства, которые находятся в этих помещениях, они снимают эту температуру с каждой колесной пары. Снимают они с помощью вот таких приемных капсул. Тепловой сигнал заходит сюда. Здесь он усиливается и выходит дальше на аппаратуру. Аппаратура считывает этот сигнал и уже переводит его в градусы. И после этого, возможно, поезду придется остановиться сразу, чтобы дальше не было аварии. Вот эти, сами вот эти устройства, они покупаются в России. И они очень дорогие. А, скажем так, они чаще всего выходят из строя. И я изобрел способ, то есть я изобрел вот эту вот внутреннюю часть, скажем так, не изобрел, а создал. Замена которой в несколько раз уменьшает стоимость. Ну, в несколько, именно в 163 раза. Как я понял, то, что разрабатывать это довольно легко с помощью таких вот печатных плат, которые я заказал, на них напаиваются элементы. И у меня получилось вот такое мое изделие. По характеристикам оно не отличается от того, что мы покупаем. То есть теперь вот эта вот с дорогостоящей какой-то деталью аппаратуры становится очень дешевой. Понятно. И это получается огромный прорыв для экономики, скажем так. Ну, я бы сказал, да. Я так понимаю, ваша инновация позволяет сократить страты на безопасность передвижения поездов. Все верно. Ваше изобретение имеет очень узкую область применения, но очень рациональную. Как вы это придумали? Скажем так, я непосредственно работаю с ремонтом этой аппаратуры. И я знал то, что они стоят дорого. И разобравшись в этой аппаратуре, я понял то, что там все очень просто. И я начал интересоваться изготовлениями электронных, так сказать, начинок для аппаратуры. Вот этих вот самих электронных схем. И я понял то, что сделать такую не составит особого труда. И цена на них непомерно завышена. В тот же момент, в любой момент может прекратиться производство этой аппаратуры. И так как этот проект направлен на поддержку железной дороги, и я работаю на железной дороге, то почему бы мне не помочь своему предприятию? А на какой стадии реализации находится ваш проект? Мой проект закончен полностью. Он был проработан вначале с идеей, потом был создан какой-то макет, потом я сделал, поставил его в корпус. Он прошел испытания у меня на стенде, он был одобрен начальством железной дороги и получил одобрение от службы в городе Минске. Его можно полностью изготавливать и внедрять на железную дорогу. То есть скоро его поставят на поток? Я думаю, да. Друзья, вот вы пришли на 100 идей для Беларуси. Вам нужно было их покорить. Как вы это сделали? Скажем так, когда вы приходите туда, вы приходите не с чем-то, чтобы обмануть публику. Вы должны предоставить готовый проект. Если у вас будет готовый проект, в который вы вложили свои силы, вы вложили в него свои знания, свое время, скажем так, свою душу, вы разбираетесь в нем от начала и до конца. Люди, которые подходят и интересуются вашим проектом, они видят, видят огонь в ваших глазах. И вы рассказываете всю правду. И человек видит то, что это, то, что вы сделали, работает. Человек смотрит на макет. Человек представляет, сколько это стоит, сколько это может принести денег, какую пользу это принесет для страны. И, конечно же, любой человек, который видит только одни плюсы, минусы всегда есть. Но любой человек, который видит то, что плюсов больше, он заинтересовывается этим проектом. Здесь просто все основано на честности. А какие моменты очень важны при подготовке? Один из основных моментов – это создание макета. Либо прототипа, который бы показывал, либо отображал вашу идею. Так как судьи, конечно, будут вас оценивать и по рассказу, но когда они видят и могут представить себе на примере макета, как работает данная установка, естественно, это в большей степени передаст вашу идею и донесет ее как и до судей, так и до гостей. Как вы считаете, участие в таких конкурсах развивает человека? Конечно, развивает. Человек задается целью. Он ставит себе планы. Он разбивает какую-то большую цель на много маленьких. Он начинает постепенно близиться к достижению той точки, которую он должен сделать, чтобы выставить этот проект на конкурсе. С каждым этапом конкурса, будь то город, область или республика, он совершенствует свой проект. Естественно, когда человек начинает в чем-то разбираться, у него появляется дополнительное знание об этом. И это совершенствует человека как специалиста и делает его более конкурентоспособным на рынке труда. Ребята, а что может обеспечить победу в таком конкурсе? Победу в таком конкурсе может обеспечить уверенность в своем проекте, а также хорошая подача своего проекта, что немаловажно для таких конкурсов. И, конечно, наличие поддержки со стороны, как и в моем случае, это было наличие поддержки со стороны преподавателя, который увидел мою идею и помог мне ее реализовать, и помогает до сих пор, продвигая ее на разных конкурсах в нашей стране. Михаил, Артем, мы желаем вам только одного. Пусть ваши идеи станут реальности. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. Настя, не так давно мне удалось познакомиться с одним удивительным человеком. И кто же он? Это сценарист и продюсер, автор таких проектов, как «Большая разница». Слава богу, ты пришел. Шесть кадров. Соавтор комедийного телесериала «Кухня» и «Два отца, два сына». Ммм, интересно. Зовут его Олег Мастич. Когда-то он играл в местной команде КВН, ну, а сейчас он живет в Москве. И что же он делал в Гомеле? Привели его в областной центр, несколько творческих проектов и мастер-класс, который он организовал с БРСМ. Интересно было бы его послушать. Он согласился дать нам интервью. Внимание на экран. Здравствуйте, Олег. Мы очень рады видеть вас в Гомеле на вашей родной земле. Здравствуйте, Роман. Я тоже очень рад. Олег, по специальности ты электромеханик. Как получилось так, что ты нашел себя в абсолютно другой профессии? Инженер-электромеханик. Это была третья специальность. Начал я с очень интересной специальности. Это первая моя запись в трудовой книжке. Никто никогда не догадается. Это живой роман. Как вы думаете, какая? Повар. Нет. Грузчик. Я начал с грузчика. У меня интересная трудовая книжка. Начинается грузчик. И финальная сейчас запись – это креативный продюсер. Начинает читать работодатель. Очень удивляется такой разбежке. Кроме инженера электромеханика, еще управление по бизнесу. Я закончил MBA. Старт. Ну и продюсерские всякие вещи. Их много перечислять, много надо будет, но не стоит, наверное. Говорят, технарь лучше излагает мысли на бумаге. Это так? Нет, не так. Это стереотипы, конечно. Все зависит от человека. Если человек сам по себе образован, читает много, смотрит, пишет, то он будет излагать лучшее любого технаря, который не пишет и не читает. Ты целенаправленно покорял Москву? Я не ловил никогда удачу. Я трудоголик и вообще не верю в талант. Вы не верите в талант? Нет. Талант – это труд. Я видел очень много талантливых людей, которые до сих пор ходят в Гомеле и работают на кассе Евроопта. А трудоголики сейчас работают и в Москве снимают кино. То есть, по сути, вы сами являетесь подтверждением поговорки «без труда не вытянешь рыбку из пруда». Я не хочу быть для кого-то каким-то эталоном, потому что я не считаю себя каким-то мерилом чего-либо. Но в целом, как бы, на собственной биографии я точно знаю, что если ты будешь работать, да, очень много и упорно, то ты пробьешь любую стену. Ну, не конкретно вы, Роман, но вы тоже. Ты это так в общем, да, то есть к тому человеку, с кем, кто, может быть, нас посмотрит. Когда вы поехали в Москву, какие были первые ваши работы? Первая работа, это было в 18 веке, это была такая передача, называлась «Дорогая передача по РЕН-ТВ». Она шла еще. Это предок шести кадров. Там снимались те же самые актеры, те же самые сценаристы, да, только было другое оформление, а потом это все перешло на СТС и назвалось «Шесть кадров». То есть первая передача была «Дорогая передача», а до «Дорогой передачи» был «Калуин». Сегодня за вашими плечами огромное количество проектов. Для большой разницы тоже вы писали? Да, мы с моим другом и продюсером сейчас уже разрабатывали первый пилотный выпуск, так называемый, да, когда все только запускалось. Вот, сделали первый выпуск, пару поучаствовали в нескольких передачах и потом, может, на другой канал. Скажите, это вы писали слова Ивана Урганта? Нет, я не писал для Ивана Урганта, потому что я писал номера в основном, которые наполняли. Один из твоих самых удачных и известных проектов – это «Кухня». Расскажи свои впечатления и кто писал текст Нагиева? Ну, Нагиев же полноценный участник шоу. Конечно, писали, это же полноценный сценарий сериала. И не только в этом сериале я работал с Дмитрием Нагиевым, еще есть такой сериал «Два отца, два сына», где Дмитрий Нагиев – ваш любимый полноценный герой. Какие у вас впечатления от этого проекта? Это достаточно тяжелый труд создания чего-либо. Да, даже вот, видите, снять эту передачу – это труд. Просто нас не видят, там за кадром сейчас стоит 16 человек, которые что-то делают, что-то перетаскивают, снимают. То есть даже эту передачу сделать большой труд. Да, проект уровня кухни достаточно глобален, на котором трудилось очень много людей, и, естественно, это нелегкий труд. Но как бы все окупается тем, что зритель смотрит, все довольны, все счастливы. Верите ли вы в талант, музу или вдохновение? Нет. Пояснить? Да. Вот, да, то есть когда ты становишься профессионалом, тебе надо ежедневно выдавать, там, какой-то процент творческого материала, да, ты не будешь сидеть и ждать. Ну, не конкретно вы, Роман, да, я же могу, но ты в общем говори, да. Ты не будешь сидеть и ждать, пока тебе посетит муза, чтобы сдать какой-то, там, фрагмент твоей работы. Ты должен работать ежедневно и сдавать какой-то процент материала. Если ты его не сдаешь, тебя, собственно, выгоняют, ну, или воняют, или ты сам ходишь в слезах, плачешь, в угол какой-то неталантливый, ждешь музу. Нет, ну, муза, она есть, да, в любом случае, сценарист – это проводник каких-то там, да, энергии свыше, но когда ты ставишь это на поток, то все равно это больше ремесло. Эта профессия подвергается критике? Конечно. Ну, моя профессия или то, что я делаю? То, что вы делаете? Естественно, обязательно. Я люблю своих хейтеров и хейтеров своих продуктов, потому что, если они есть, значит, все хорошо. То есть они как бы показывают, что есть развитие? Хейтер – это неизбежная часть процесса, да, то есть надо к ним относиться как к части аудитории, да. Многие начинающие, те, кто приходят в мультимедиа и там становятся блогерами, влогерами или еще кем-то, снимают лайны, они очень расстраиваются, когда им напишут какую-то гадость в интернете. Но это большая ошибка, потому что хейтеры – неизбежное явление нашего общества, ну, нашего имя не имеет, конкретно здесь, а вообще современного 21 века. И хейтерство – это явление не имеет никакого отношения ни к вам, ни к вашему творчеству. Это просто явление, которое просто сопутствующее. То же самое, как плывет кит, и у него там на брюхе висят какие-то моллюски, да, маленькие. Ну, плывет все дальше, и все, они есть, и все. То есть это неизбежно, и реагировать на это не стоит никогда. Теперь самый страшный вопрос. Ну-каш. Какие у вас любимые работы именно ваши? Мои самые любимые работы, они все еще впереди. То есть прошлыми работами вы не гордитесь? Многие живут прошлыми заслугами, да, вот, например, если взять меня, там, сочинил, я там кухню какие-то там серии и все, да, и хожу, я автор кухни, все, автор кухни, да. Я не боюсь рисковать, именно поэтому я делаю всякие рисковые проекты, которые могут провалиться. Я не боюсь этого, да, потому что лучшее все впереди. И всем советую смотреть только вперед, никогда не отгадываться на прошлое. Каждый новый проект закрывает все твои предыдущие заслуги. Вот следующий фильм мой выйдет, вы посмотрите, скажете, какая гадость, и с этим человеком я еще общался и за руку здоровался, да. Или наоборот скажете, ого, а этот проект еще там, да. То есть всегда надо смотреть вперед. Олег, а сценарист, он присутствует на съемочной площадке? То есть от него должно же что-то зависеть? Например, если он написал, что герой идет налево, а он пошел направо, будет ли сценарист как-то возражать? Сценарист – это самое главное сейчас человек на телевидении, в любом случае, в кино. От сценария все зависит. Когда ты начал работать над сценарием, твоя задача, чтобы от сценария того, как ты видишь, до зрителя в кинотеатре или перед телевизором прошло, не было изменений, да. То есть вот ты написал сценарий, да, вот и зритель, чтобы вот эта прослойка была минимальна, чтобы твои мысли максимально перелетели к зрителю. И вот съемочная группа, она нужна, чтобы вот твое видение перенести зрителю в глаза. И поэтому, естественно, нужен контроль на каждом этапе. Но если добавляются классные актеры, хороший режиссер, он приносит в сценарии много новенького, интересного, и все обрастает там каким-то интересным и красным. Поэтому, отвечая на вопрос, да, сценарист всегда присутствует на площадке, он следит за тем, чтобы актеры правильно говорили шутки, интонации. Олег, вы говорили, что вы любите свою профессию. Вы можете объяснить свою любовь? Объяснить любовь – это невозможно. Когда ты делаешь свое любимое дело, да, то есть ты не замечаешь, как у тебя пролетает время, ты приходишь на работу с радостью, да, а уходишь с грустью или, там, расстаешься с проектами с грустью, да, например, какими-то… Я вчера был в магазине в Гомеле, и магазин уже закрывался, я поздно вечером приехал, магазин закрывался, и кассирша на кассе очень сильно радовалась. О, у меня 10 минут осталось, у меня 10 минут осталось, все, 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 сейчас побегу домой, ура, ура. Вот, ну, и я говорю, а что вы радуете, как бы ваша любимая работа там, да, то есть она говорит, что это нелюбимая работа. Ну, мы разговорились, и я понял, что все-таки надо следовать тому, что тебя радует, да, то есть поначалу все начинают думать про деньги, про какую-то там монетизацию на первом этапе. Но опять же про это я буду говорить на сценарном курсе, потому что такой элемент бизнеса чуть-чуть о том, что сначала ты делаешь то, что тебе нравится, а потом приходит результат. Современное поколение, оно многовозрастное, потому что есть люди, дети, скажем так, и в 40 лет, и в 50, они все ждут, что они найдут какой-то кошелек с деньгами, да, и станут миллиардерами. Или там кто-то им позвонит, наследник, скажет, что у тебя там дядя в Африке, вот тебе 50 тысяч миллиардов долларов, да, там. Такую неправильную цифру я специально называю для юмора. Вот. На мой взгляд, важно делать что-то, то, что тебя будет греть, да, а потом к этому придет какой-то результат, в том числе финансовый. У нас же, к сожалению, наоборот. Сначала финансы, потом что-то хотят люди делать. Это большая ошибка, собственно, поэтому и большинство работ людям доставляет неудовольствие. Возможно, вот кто-то услышит какое-то рациональное зерно, которое я сейчас бросаю на благодатную детскую почву, да, и оно прорастет у какого-то великого человека. Итак, Блиц-опрос. Три любимых книги? Ильфа Петров, «Двенадцатулев», «Золотой теленок» и, наверное, очень странная книга, но я советую всем ее прочитать, «Денискины рассказы», «Драгунский». Два любимых музыкальных стиля? Классика и, наверное, я не знаю, как этот стиль называется, авторская песня, наверное. Ну, это Высоцкий, там, и «Машина времени» ранние, там, «Макаревич» отдельно, «Розенбаум». И один совет тем, кто пойдет по вашим стопам, стопам сценариста. Это короткий Блиц, ну ладно. На то и Блиц. Да, совет по моим стопам не ходить, да, то есть, потому что... Ну, в плане идти сценариста. Да, я понял вопрос, я цепляюсь просто, да, то есть, старайтесь не идти не по чьим стопам, старайтесь идти своим путем всегда. Смотрите, ориентиры, да, например, кто-то прошел там в эти двери, не факт, что ты туда войдешь, даже больному, скорее, ну, точно не факт, что туда войдешь. Идти, видеть направление, идти своим путем. И очень важно идти на пролом, потому что у меня были случаи, когда я стоял перед выбором либо пойти условно на завод, либо заниматься творчеством. И не имея ни средств там к существованию практически, да, там буквально приходилось выживать, я выбирал все равно творчество, хотя казалось бы, да, что это безрассудство. Ну, творчество в кавычках. Непонятно, к чему это могло привести, но в итоге это все равно привело. Поэтому самый главный совет – быть лидером для себя прежде всего, да. То есть знать, что тебя никто никогда никуда за руку не заведет. Идти и быть лидером для всех, да, то есть быть светом для всех, да, то есть каким-то ориентиром верить в себя, несмотря ни на что, идти как танк вперед. Благодарю за интересную беседу. Не за что, Роман. Успехов в новых проектах. И вам тоже. Надеюсь, у вас все впереди. Спасибо. Знаешь, Рома, вот кажется, у успешных людей все так гладко и просто. Приехал в столицу, увидел, победил. Это с виду просто, а на самом деле работа сценариста скрывает огромный труд. Собственно, об этом и рассказал Олег Мастич. Огромные силы прикладывают в написание сценариев и локальных ТВ-проектов и студенты Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. И они-то какое отношение к журналистике имеют? Прямое. Как бы это странно ни звучало, но ребята создали у себя в УЗИ ТВ-канал и освещают события жизни университета, причем на достойном уровне. Ты меня заинтриговала. А меня заинтриговал Сергей Постников, который снял об этих талантливых студентах сюжет. Всем привет! С вами Сергей Постников и сегодня мы узнаем, как удалось студентам создать телестудию в университете. Проект называется «Видеостудия Копер». Так сложилось, что мы – белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. И студенты с любовью называют наш университет Копер. Может быть, школьники и не очень знают, что все ведущие университеты нашей страны стремятся создавать предпринимательские университеты, так называемые университеты формата 3.0. И вот этот наш проект как раз и является одним из элементов создания такого предпринимательского университета. Добрый день, это студия Копер. Да, да, да. Добрый день. Значит, я по адресу. Что монтируете, ребят? Новый видеоролик, рекламный видеоролик. Уже коммерцию делаете, правильно? Пытаемся. Почему вообще решил этим заниматься? Ну, это началось все со школы, когда настала пора делать выпускное видео. Начали креативить всем классом, что-то придумывать. Мне это понравилось больше всех. И вот поэтому началось как-то это все развиваться с нежным комом. И дошло до того, что вот я стою в видеостудии Копер, Белорусско-торгово-экономического университета. И занимаюсь своим любимым делом. Этот проект появился благодаря нашему многолетнему международному сотрудничеству. В нашем университете реализовано очень много международных проектов. В настоящее время реализуется 8 проектов. И вот один из проектов, который посвящен интернационализации высшего образования, он как раз позволил нам закупить самое передовое оборудование для нашей видеостудии Копер. Руку одну в карман, вот так вот засунем, да. Посмотрите, куда мы идем, сюда вдаль. Прямо сейчас здесь идет съемка для конкурса «Мистер Университет». А еще ребята записывают здесь новости и работают в жанре интервью. Конечно, видеостудию мы в первую очередь создавали для того, чтобы повысить качество образовательных услуг. Чтобы были интересные видеолекции в нашем университете с элементами инновации, с различными спецэффектами. Затем мы пришли к выводу о том, что наши студенты все более талантливыми становятся. И они очень разносторонне развиты. Они не только великолепные экономисты, бухгалтера, менеджеры. Они как раз и проявляют себя в знании вот такого предмета, как изучение коммуникативных технологий. И этому очень способствует создание этой видеостудии. Я вот первый раз в вашей студии и чувствую себя просто замечательно. Расскажи, пожалуйста, чем ты здесь занимаешься? В целом мы здесь занимаемся съемкой различных репортажей, промо-роликов, видеороликов. Недавно мы начали выходить на уровень коммерческих проектов. То есть мы сдаем в аренду данную видеостудию для разных фотоуслуг, а также видеоуслуг. Студент экономического вуза. Расскажи, пожалуйста, на что вы после заменяете этот гринскрин? Все зависит от человека, который является моделью в той или иной фото- или видеосъемке. По желанию мы можем поставить Париж, море. Все зависит от человека и его фантазии. Вы учащийся экономического вуза. Почему вы решили еще заниматься журналистикой? На самом деле многие скажут, что нет ничего общего, но это не так. Допустим, я и мои друзья, которые работают также со мной в этой видеостудии, мы являемся студентами специальности экономико-электронного бизнеса. То есть мы, по сути, экономист-программист, получим профессию по выпуску из университета. И получается, когда мы обрабатываем какую-то фотографию или работаем над каким-то видеопроектом, то есть мы напрямую работаем с компьютерной техникой. И, по сути, это какими-то путями пересекается. Это нам близко. А вообще, если ответить конкретно, то это нравится нам, притягивает душу. И мы можем как-то самореализоваться, показать свои творческие навыки. И, вы знаете, у нас уже есть определенные достижения в этой области. В частности, на специальном конкурсе, который был организован Министерством образования Республики Беларусь, наш небольшой видеофильм занял первое место в номинации «Лучшая актерская работа». Ну а время нашей программы заканчивается, и мы благодарим вас за внимание. С вами были мы, Анастасия Нурматова и Роман Святцев. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok